У жителей Магаса сегодня особые привилегии. Возможность совместить, так сказать, приятное с полезным. И на выборах проголосовать, и кафтару закупиться. Продовольственная ярмарка традиционно развернулась у въезда в Магас. Овощи, фрукты, мясомолочная продукция, рыба, мед, подсолнечное масло. Несколько десятков палаток, где результат своего труда, представляют фермеры из Ингушетии и соседних регионов. Фатимат Этуева приехала из Адыгеи, привезла знаменитый сыр и многое другое. Масло чистое есть, сметана чисто натуральная, сыр очень идеальный. Из цельного молока есть, есть полусоленые, есть полужирные. Масло за 500 рублей, есть масло за 900 рублей, есть за 800 рублей. Сыры у нас 350 есть, 380 есть. Весь борщевой набор дешевле, чем в магазинах. Так что борщ получается не просто наваристым, но и бюджетным. Каждый пытается удивить, чем может. От покупателей нет отбоя. Дюк дак хамажда ухзи, дук бяцда ржи, молочина хамажда. Мяхаши чуа хозу хон хон кезггдэм яхажу хон хамалетчу хамдоху хон хозе и хон качиство дикяложи хон. Нахча ийца яс, да кезгхон морковь бурак, что татай еж, хамил гиж ийца ас хон хозе, чуа хозе, чуа дукнахабы. Телевизор Time. Пока одни сверяются со списком и осматривают уже приобретенный товар. другие только прицениваются и переходят от прилавка к прилавку. Продегустировать возможности нет, как-никак пост. Но оценить внешний вид продуктов никто не запрещает. Организатор ярмарки Минсельхозреспублики по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова здесь постарались, чтобы цены были снижены до минимума и вся представленная продукция стала доступнее для покупателей. Подобные ярмарки будут проходить до конца месяца Рамадан, выходные дни во всех районах. Цены мы от 10 до 20, а в некоторых местах и до 30% ниже, чем на рынке. Мы мониторили цены на рынке и делали бы подешевле. Поэтому ярмарки они для того ярмарки, чтобы хотя бы мы убедили, попросили наших товаропроизводителей, чтобы они снизили цену хотя бы на уровень стоимости. Продовольственные ярмарки будут проходить все три дня голосования. Уже 16 марта ярмарка развернется в Карабулаке, а 17-го в Малгабекском и Джейрахском районах. Тамар Шагульгова, Муслим Арчаков, Магаз 24.